Салют всем зрителям канала Ювельтригон 350L и с вами его ведущий Джай. Пришло время рассказать вам о моем главном аквариуме Ювельтригон 350L в моем дискуссиатнике, в честь собственно говоря которого и назван мой канал на ютубе. Какой же новостью я хочу с вами поделиться? Друзья, я задумал совершить на днях полный перезапуск своего аквариума, своей баночки. Какая же основная причина почему я пришел к этому решению? Как вы знаете мой аквариум я его запустил 1 октября 2014 года, то есть прошло уже более четырех лет. И 1 октября 2014 года первым слоем на дно своего аквариума я положил питательную подложку фирмы JBL Aqua Basis Plus. И старая линейка питательных грунтов фирмы JBL производитель действительно гарантировал срок действия этой питательной подложки 3 года. И я хочу вам сказать, что эта гарантия действительно в полной мере соответствует заявленной. В течение трех лет я вообще никакого горя не знал там с ростом своих растений, все у меня там росло, благоухало, как говорится, перло отовсюду все, что могло вообще вырасти. Действительно, эта питательная подложка замечательная. Собственно говоря, она содержит весь комплекс микроэлементов, необходимых для нормального и здорового роста растений. Я протестил и это могу совершенно ответственно подтвердить. Но проблема-то состоит в следующем, что срок действия этой питательной подложки 3 года. В последний четвертый год мне уже приходилось здорово и достаточно много лить жидких удобрений. Я лил жидкие удобрения фирмы Aqua Balans, но не имеет значения, какой производитель. Они, в принципе, все хорошие, все, которые вы знаете на рынке. Ну вот я пользовался, в частности, Aqua Balans и вполне хорошо растения себя чувствовали и в течение этого четвертого года. Хотя, конечно, с точки зрения вот этого бурного роста уже, конечно, не наблюдалось. Потому что у меня все-таки основной тип моих растений, у меня же все-таки дискуссиатник, и очень ограниченное количество растений способно жить при температуре, при средней температуре плюс 29 градусов. А часто я поднимаю температуру своими дискуссиатниками до 30 и даже 31 градуса. Ну, это связано с особенностями ухода за дискуссами и так далее. Вот. Поэтому, представляете, что, конечно, в общем-то особо небольшой круг растений, из которых можно выбирать, но, тем не менее, те растения, которые у меня были, они все-таки были корневые. То есть они все питательные вещества брали не из воды, а именно из корней, то есть из грунта. Поэтому очень важно иметь питательную подложку. Такое же было мое приятное, в общем-то, удивление. Я на днях приобрел тот же самый грунт. Я не стал экспериментировать. Я знаю, что есть огромное количество производителей, которые производят питательный грунт, и они все великолепные. Я нисколько не сомневаюсь, и компания Cera производит, и компания Denrally, и компания EDA, разумеется, и так далее. И так далее. Все они великолепны. Но я, в общем-то, не стал искать от добра добра. Меня полностью устраивала моя прежняя подложка GBL Aqua Basis Plus. Но, ребята, огромное приятное для меня было удивление узнать, что за эти четыре прошедшие года компания GBL выпустила новую линейку питательных грунтов с тем же самым брендом Aqua Basis Plus. И для меня было удивлением прочитать, что теперь производитель дает гарантию, то есть пролонгированное действие питательных грунтов уже не три года, а пять лет. И это, ребята, вообще здорово. Это означает, что следующий перезапуск у аквариума я буду делать по истечении пяти лет. Ну, а, в принципе, можно растянуть на пять с половиной и даже до шести лет дотянуть. То есть, представляете, три года и пять лет. Это, конечно, большой плюс. Спасибо компании GBL за это. Я приобрел таких, взял пакетов побольше с запасом. Не знаю, сколько реально мне понадобится. Я взял 12 пакетов по пять килограммов на свой объем 350 литров. И, соответственно, здесь производитель рекомендует питательную подложку сделать высотой от двух до четырех сантиметров, а сверху еще насыпать грунт от пяти до восьми сантиметров. Грунт мой, действующий в аквариуме, меня абсолютно полностью устраивает. Я ничего с ним менять не буду. А, естественно, питательную подложку вот хочу увеличить. Вдруг получится сделать не 4 сантиметра, а даже чуть больше 5 сантиметров. Это было бы просто великолепно. Вот. Это, собственно говоря, та причина, по которой я делаю полный перезапуск своего аквариума, полный рестарт. Теперь, ну, в связи с тем, что есть эта причина, какие же цели я хочу добиться в результате этого перезапуска? Ну, первая цель, собственно, вытекает из причины. Я хочу, чтобы у меня растения в аквариуме чувствовали себя великолепно. И, в общем-то, на пять лет я, в общем-то, забыл о проблемах, связанных с самочувствием растений. Да, то есть, питательной подложки будет с головой достаточно. Мне не надо будет лить жидкие удобрения. Ну, за исключением, может быть, только одного или даже двух. Вот. Железо бывает все-таки полезно лить. Бывает, что на листьях может со временем появляться дырочки. Да, то есть, где-то вот в самой воде может не хватать железа. Поэтому вот железо, в принципе, наверное, возможно. И то не факт, но вот посмотрим, как это надо будет, не надо. Возможно, железо я оставлю, жидкое железо. И что еще? Биоуглерод, то есть, глуатаровый альдегид. Ну, сразу хочу сказать, конечно, не делаю никакой рекламы. Абсолютно растения могут спокойно себя чувствовать и прекрасно расти без всякого жидкого биоуглерода, то есть, без глуатарового альдегида. Но использование глуатарового альдегида, это вот если так сравнить, ну, это примерно как вот мы с вами живем в континентальной России, да. Ну, вот я живу в Подмосковье, допустим, там кто-то живет на Урале. Не там, не там, нету моря, да. И, в общем-то, мы можем прожить в своих местностях без моря, ну, всю жизнь, да. И целыми поколениями жить. И, в общем-то, не знать горя и прекрасно себя чувствовать. Но стоит нам один раз съездить на море, мы сразу поймем, что нам это очень нравится, да. Вот растения, когда, в общем, добавляешь биоуглерод, они, в общем-то, также на него реагируют. Примерно как съездить на море, да. То есть, конечно, ну, для них это, собственно говоря, как вишенка на десерте. Вот. Жидкий биоуглерод хорошая штука во всех смыслах. Вот. Не обязательно его прямо добавлять там в каких-то больших объемах. Там достаточно 5 миллилитров на 100 литров. То есть, это, в общем-то, микроскопический объем, и растение будет себя вообще просто великолепно чувствовать. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Все это покажет уже моя история после перезапуска. Вообще, я задумал сделать порядка десяти роликов. Не хочу делать один большой крупный ролик по поводу перезапуска. Все-таки хочу разбить на какие-то смысловые темы. И пока я задумал таких тем, по теме у меня будет порядка десяти. Сколько их будет в реальности этих роликов и тем, я не знаю. Но вот план такой, где выпустить 10 роликов, посвященных перезапуску аквариума. Теперь, вторая цель. Я хочу, в связи с тем, что мне придется убрать из аквариума абсолютно все. Да. То есть, убрать все камни, все коряги, убрать весь грунт. Там, остатки питательной подложки. И самое главное, в общем-то, провести мощнейшую рыбалку. То есть, выловить всех своих гидробионтов. У меня же ведь не только рыбы, но и раки, креветки и так далее. У меня нет возможности их где-то пересадить в другой аквариум. У меня нет других аквариум. Поэтому все это, естественно, я буду пересаживать в ванну. Это создает достаточно большие риски и стрессовые ситуации для населения. Но, естественно, буду стараться, чтобы в процессе этого перезапуска я никого из своих жителей не потерял. Вот. Ну, возможно, буду добавлять какие-то антистрессовые препараты и так далее и тому подобное. Витамины. Вот. Но у меня будет, ребята, буквально всего лишь один день. Ну, максимум, что называется, полтора. Да. То есть, включая там полночи. Для того, чтобы не закончить полностью весь этот перезапуск. А вот весь этот период я буду разбивать на несколько подэтапов и выпускать постепенно ролики. Может быть, каждую неделю по новому ролику. Так вот. Вторая цель. В связи с тем, что я выну все из своего аквариума, я смогу подобраться к самому своему аквариуму. В буквальном смысле. То есть, я смогу его поворочить. То есть, я смогу вытащить, облегчится он. Я смогу вытащить, отодвинуть хотя бы, соответственно, тумбу под аквариумную. Сам аквариум корпус. Для чего я хочу это сделать? Я хочу добраться до задних плоскостей и оклеить их пленкой ПВХ. Я купил на днях вот такую пленку ПВХ. Производство Германии. Вот. Так она выйдет. Не пугайтесь, что задняя часть, она на самом деле не белая. Если кто-то соединит слой, то там тоже будет черный слой. То есть, она с двух сторон черная, матовая пленка. Уже в нарезке у меня 1 метр и 67,5 высотой. То есть, 2 метра у меня здесь по метру отреза. Это для меня большой плюс, потому что мои плоскости 90 сантиметров. 2 угловые тригоновские плоскости. И, соответственно, у меня, в общем-то, будет возможность провести наклейку. Сейчас пойдет видеоролик, где вы можете посмотреть, как, собственно говоря, я покупал пленки. Магазин, где продаются такие пленки. Кстати говоря, на всю Москву я нашел только один такой магазин. Потому что все это интернет-магазины. Они не имеют своего шоурума. А мне нужно было обязательно прийти и пощупать эту пленку своими руками, чтобы понять, что да, это именно то, что мне нужно. Вот так выглядят, соответственно, эти пленки. И вы знаете, я посмотрел разные расцветки. И пришел к выводу, что лучше, чем обычный черный матовый цвет, наверное, ничего нет для той цели, которой я сейчас скажу. А цель у меня очень простая. Для чего я хочу оклеить два задних стекла пленкой ПВХ? Для того, для создания эффекта глубины. То есть, чтобы как бы из темноты рыбки выплывали ближе к стеклу панорамному. И, соответственно, создавался эффект глубины. Это всегда смотрится превосходно. Это вы могли видеть и в других аквариумах, на каналах других акваблогеров. Вот, собственно говоря, это вторая базовая цель, которую я бы хотел добиться в результате своего рестарта аквариума. Третья цель. Я хочу изменить декор в своем аквариуме. Изменить дизайн своего аквариума. Именно по интерьеру. Для этой цели я планирую убрать из своего аквариума заднего плана все вот эти разнородные камни. В том числе крымский песчаник, который занимает достаточно много места. Убрать трубки. Хотя они выполняют очень важную функцию. В них живут боцы, в них живут синодончисы, петрикулы. Другие рыбы такие, которым нужно обязательно определять, обязательно норки. Также раки, соответственно, в них заползают. То есть трубки достаточно нужны, но смотрятся они, согласитесь, несколько искусственно. Вот, я же хочу добиться все-таки максимально такого естественного дизайна. Для этой цели я приобрел несколько коряг. В том числе вот эту великолепную мангровую корягу. Она, кстати говоря, очень тяжелая. Вот. Потому что она уже побывала в аквариуме аквариумиста. И это очень хорошо. Мне не надо будет время тратить на то, чтобы коряга набиралась воды и тонула. Вы знаете, что это время занимает достаточно большое. Необходимо корягу обкладывать камнями, чтобы она не всплывала. Это уже тяжелая коряга, напитанная водой. Много, видимо, лет пролежала в воде. Прекрасно. Я очень рад, что я нашел такую красивую фактурную мангровую корягу. Моя задача следующая. Я хочу в ней просверлить дырочки для своих карликовых боций, боций стриата. В основном вот для них. Здесь есть возможность. Здесь коряга имеет достаточное утолщение. Видите, здесь у нее как бы есть даже естественные уже лазы. Но они вертикальные. В них рыбки не могут жить. Им нужно все-таки более относительно горизонтальные. Вот, соответственно, вот я уже в качестве примера, не знаю видно, не видно. Я покажу соответствующее видео. Я просверлил одну дырочку. Таких дырочек хочу сделать хотя бы три. Издалека так это будет коряга у меня стоять на заднем плане. Это будет смотреться абсолютно естественно. Эти дырки не будут как бы особенно быть заметны. Вот. Вот такая у меня задумка для заднего плана. На задний план поставить вот эту большую хорошую мангровую корягу. Вот. Кроме того, в свой правый угол, где сейчас у меня растения. Растения, естественно, я повторяю, будут посажены вдоль заднего плана. Об этом я еще скажу. Вот. Ну, в принципе, я уже сказал и повторюсь, что они у меня будут на заднем плане. Мне это очень нравится. Там, где у меня, собственно говоря, идет воздух. Диффузор работает. Так вот, вот в этом правом углу я приобрел еще две коряги. Уже не мангровые. По-моему, это дуб. Это уже наши отечественные коряги. Уже сделанные, обработанные. Видите? То есть, люди с соответствующими сверлами уже это все просверлили. Я приобрел эту корягу практически в готовом виде. Судя по весу, не знаю, но, наверное, она еще не лежала в воде. Ее придется какое-то время обкладывать камнями, чтобы она напиталась. И вот для правого угла я хотел бы разместить вот эту интересную фактурную корягу. Здесь, кстати говоря, могут жить мистусы. Потому что мистусы, как вы знаете, им обязательно нужны какие-то ниши. Потому что они ночные. Ведут ночной образ жизни. Они не любят вот этого дневного света. Поэтому весь день они проводят в соответствующих укрытиях. Если укрытий нет, они чувствуют себя дискомфортно. Вот. Соответственно, вот здесь тоже могут жить, например, мистусы. Да, в настоящий момент они у меня живут в специальной декоративной, в таком вот керамическом изделии. Но я хотел бы, в общем-то, его тоже... С ним у меня есть другая задумка, что можно сделать. А пока хотел бы вот рассказать про эту корягу. Для чего я купил эту корягу? Я хочу использовать такую опцию, как напоминающую природный биотоп дискуссов. Естественно, сам стиль Nature Aquarium я ни в коем случае не хочу в своем аквариум. По причине, ну, на мой субъективный взгляд, бедноватости и, в общем-то, некрасивости природного биотопа дискуссов. Да, как вы знаете, там все-таки вода насыщенная гумусом темного цвета. С огромным количеством всевозможных вот этих взвесей гуминовых кислот и так далее, и так далее. По-простому говоря, мусора, который содержится в воде, дискуссы себя чувствуют в этой очень кислой, да, и мягкой воде просто великолепно. Дискусс, наполненный упавшими листьями и тому подобное. Но в аквариуме аквариумиста это смотрится нелепо, если честно говоря. То есть природный биотоп дискусса восстанавливать в аквариуме аквариумиста любителя, это как бы не мое, потому что мне просто это визуально не нравится. Но какие-то идеи из природного биотопа дискуссов я бы хотел бы использовать. В частности, как мы с вами знаем и видели это неоднократно, и вы видели сами это в моем ролике о дискуссах, где я подводил итоги трехлетнего опыта содержания своих дискуссов. Я там вставлял вставку с канала Санторем Дискусс из Бразилии, где, в общем-то, демонстрировался природный биотоп под водой. И мы с вами видели вот эти затонувшие огромные коряги, стоящие на потоке, достаточно сильном потоке течения Амазонки различных, точнее говоря, не самой Амазонки, а притоков Амазонки, типа Рио Негро и прочее. И вот на этом достаточно сильном течении стоят дискуссы, но они стоят под корягой. То есть для них коряга это как некая крыша, как некий козырек. И вот для имитации этих козырьков я давно заметил по своим дискуссам, что они просто обожают, если вдруг над ними окажется какая-то даже веточка, не то что там коряга, да, они обожают стоять под чем-то. И вот для того, чтобы реализовать вот это их страстное желание, я придумал вот к этой коряге докупить вот еще вот такую корягу, напоминающую такую, не знаю, дрын, соответственно. И вот таким естественным образом, я уже в общем-то это делал при покупке, вставить эту корягу и сделать соответствующую естественную наклон. То есть вот так будет стоять коряга, вот так у меня пойдет наклон в другой коряге. Можно, кстати, поэкспериментировать, сделать его пониже, можно его в разные стороны направлять, здесь удобно, в общем-то, можно много вариантов. И я вот хотел бы поэкспериментировать, обязательно сделать вот такой козырек в форме коряги, чтобы под ним стояли дискуссы. Вот, надеюсь, что у меня получится, и это будет здорово смотреться. Как на самом деле это будет, не знаю. Вот, надо ли мне будет дополнительно здесь что-то просверливать, укреплять эту корягу, или она естественным образом будет держаться. Посмотрим, может быть в начальном этапе мне придется ее как-то закреплять здесь. Вот, вот такая у меня идея. Посмотрим, как это все будет. Все это, надеюсь, вы увидите в соответствующих тематических роликах. Теперь, это третья цель, крупная, да. Четвертая цель состоит в том, что я буду, очень хочу убрать всевозможные искусственные элементы из своего аквариума, в частности, трубки, заборников, внешних, моего внешнего фильтра Эхам 2075. Вы видите сейчас вот в заднем дальнем углу, не знаю, видно вам, там идет вот эта классическая зеленая трубка с надписью Эхам, заборник на внешний фильтр Эхам. Много лет она у меня была, и, честно говоря, изначально мне это не очень нравилось, но вот только сейчас я дошел, в общем, тогда мысли того, чтобы ее заменить. И, соответственно, я долго искал и нашел ей аналог, то есть я хочу убрать искусственный вот этот зеленый цвет трубки и заменить ее на прозрачную трубку. Для этого я приобрел вот такой китайский производитель под брендом Кулнау. Приобрел вот такую постеклянную трубку, вы видите, да, для заборника. Соответственно, ее установлю вместо зеленой трубки Эхам. Выглядит она симпатично, она полностью прозрачная, и, соответственно, уйдет вот этот вот искусственный зеленый цвет, да еще и с надписью Эхам. Вот такая у меня идея. Кроме того, я хочу купить точно такую же трубку, флейту для выхода с моего, значит, фильтра Эхам 2075. Сейчас вы не видите, но там у меня в верхней части расположена эта флейта, и часть этой флейты, она тоже зеленого цвета. Соответственно, та же, хочу заменить на стеклянную. Я пока не купил, но со временем докуплю, и в видео о доделках, может быть, об этом тоже и покажу. Есть. Теперь, далее, я хочу убрать из своего аквариума, чтобы были не видны трубки подачи воздуха от моих компрессоров. У меня два компрессора, один с аккумулятором, один без, для подачи воздуха. Эти трубки сейчас видны и у меня. Я хочу в своем внутреннем фильтре просверлить в самом низу, соответствующие сверлом, соответствующие отверстия, и трубки просунуть через внутренний фильтр, и вывести их снизу, из-под грунта, что называется, наружу, чтобы их не было совершенно видно, а сразу они шли к соответствующему распылителям. Вот. Вот такая у меня четвертая важная цель. И, собственно говоря, пятая цель – это провести селекцию своего населения, докупить, возможно, пару хвостов еще дискуссов подростков на тех условиях, что я полностью отказываюсь. Вот по истечении четырех лет моей практики как дискуссиатника я решил полностью отказаться от покупок иностранных, иностранных селекционных пород дискуссов. Я совершенно четко пришел к выводу, что какой бы ни было великолепной кондиции иностранные селекционные породы дискуссов, все-таки в долгую перспективу, а долгая перспектива, это я исчисляю, более трех лет, все-таки они, что называется, уступают сильно, уступают в конкуренции по здоровью, по коэффициенту выживаемости нашим отечественным породам дискуссам, которые выведены здесь, в России, а особенно в той местности, где вы живете. Вот это очень важно, я уже много раз об этом говорил, потому что все-таки местная вода, качество воды, это тоже огромное влияние имеет. Вот в частности, здесь у меня Подмосковье, Москва, соответственно, мне нужно приобретать, и я буду приобретать, именно дискуссы местного разведения, выращенные на московской воде, в московской подмосковной воде, потому что все-таки в долгую, я заметил, качество дискуссов все-таки сильно меняется. Да, в течение первых трех лет они все выглядят вроде бы одинаково, но вот на четвертый год все-таки отечественные наши породы дискуссов заметно выходят на первый план, а наоборот иностранные селекционные породы уходят на задний план с точки зрения внешнего вида, с точки зрения вообще питания и так далее, и так далее. И я хочу сказать, что вот это такой важный для меня этап в истории развития меня как аквариумиста и в истории развития моего аквариума дискуссиатника. Вот начиная с четвертого года, с пятого года, я отказываюсь от иностранных пород дискуссов, в том числе и, естественно, по причине цены, потому что, ну, во-первых, они стали стоить неприлично уже дорого, вот, и, к сожалению, они хороши в горизонте до трех лет. Сверх этого они уступают значительно. Поэтому только отечественные породы дискуссов. Два хвоста я собираюсь докупить. Какие это будут породы, увидим в моих роликах. Теперь, также я хотел бы докупить еще порядка, может быть, 20 очень полезных рыбок. Они микроскопические, атоцинклюсы, но они, конечно, очень здорово помогают аквариумисту в части очистки растений, значит, камней, декора и стекла аквариума от всевозможных каких-то обрастаний. Это тоже очень важная рыбка, в отличие, скажем, от сиамского дастриеда, который, оказавшись в дискуссиатнике, естественно, утрачивает все эти качества по причине великолепного питания, да, тем же фаршем. И просто они начинают толстеть. И, естественно, уже ничего не будут вам чистить в аквариуме. Друзья, так вот, касаемо выживаемости моего населения, в процессе вот этого рестарта, я говорю, что я буду иметь достаточно ограниченное время, буквально день, максимум полтора, для того, чтобы отсадить своих рыб, сделать полный рестарт аквариума, залить воду, убрать, соответственно, взвесь, какое-то количество времени у меня уйдет на это, и вернуть своих рыб обратно. Так как я вношу огромный объем питательного грунта, который в том числе в своем составе содержит торф, то у меня нет никаких сомнений, что вода, исходная подмосковная вода, которая у меня отличается высоким уровнем карбонатной жесткости и высоким уровнем pH, то есть pH у меня минимум 7,8 стандартной водопроводной воды, а карбонатная жесткость у меня где-то 24-25DH, вот, DH, и, соответственно, это достаточно высокая карбонатная жесткость, здесь есть свои плюсы, свои минусы, высокая карбонатная жесткость, как вы знаете, здорово, хорошо держит pH, это большой плюс, но есть и минус, потому что все-таки достаточно щелочная вода в итоге получается, а дискусы все-таки исходно, и другие виды рыбы любят более кислую воду, да, то есть противоположно, с более низким значением pH. Поэтому на этапе вот этого рестарта и залития исходной подмосковной воды с высоким pH 7,8 и карбонатной жесткостью, но вместе с тем, с огромными запасами питательного грунта, у меня нет никакого сомнения в том, что у меня pH резко упадет. Насколько он упадет, я не знаю, но он упадет как минимум более чем на единицу, то есть с 7,8 до 6,8. Вот, и, соответственно, это создает высокий риск для неблагоприятного влияния данной среды на возвращающихся в эту среду из подмосковной воды возвращающихся моих обитателей, не только дискуссов, но и всех остальных рыб. Потому что, как вы знаете, скачок pH более чем на единицу, в общем-то, может привести к смертельным случаям. Поэтому я для минимизации этого риска приобрел специальное средство, также от фирмы JBL, pH+. Соответственно, этот объем рассчитан на 400 литров, у меня аквариум на 350. Я надеюсь, что он мне поможет поднять, то есть в момент, когда у меня упадет pH, а сам я это буду проверять соответствующими моими любимыми тестами от фирмы Tetra, тест 6 в 1. Сейчас я слышал, что даже появляется у фирмы Tetra, по-моему, 8 в 1, если я не ошибаюсь, если я правильно мельком видел информацию, когда я был на соответствующей тематической специализированной выставке ParkZoL 2018 в Москве. Я снимал обзорный ролик, в том числе павильона Tetra. Насколько я помню, повисела реклама вот этих тестов уже в 8 в 1. То есть добавились еще два индикатора. Какие, не знаю пока, но очень хотел бы приобрести. Пока буду пользоваться всеми же тестами, которыми пользоваться в течение последних 4 лет. Есть много мнений аквариумистов, что эти тесты сборные не очень точные, надо пользоваться индивидуальными тестами. Каждому свое, я не хочу ни в чем никого переубеждать. Меня качество этих тестов абсолютно полностью устраивает, и я им полностью доверяю. Они прекрасно показывают изменяющееся значение не только ПАЖ, но и общей жесткости, карбонатной жесткости, нитратов, нитритов и так далее. Вплоть до содержания хлора. Это очень важно, поэтому я буду тестировать несколько раз на протяжении своего перезапуска аквариума воду, чтобы избежать резких колебаний по ПАЖ. И, соответственно, поднимать с помощью этого средства ПАЖ плюс, поднимать ПАЖ для того, чтобы потом переводить в эту воду все свое население, чтобы не было резкого скачка по ПАЖ. И, соответственно, также в любом случае питательная подложка победит это средство, у меня нет никакого сомнения, но это средство мне позволит сделать вот этот мягкий переход. В течение первых суток в любом случае ПАЖ все равно будет понижаться, но он будет понижаться плавно. Соответственно, рыбы это комфортно перенесут. Я на это очень рассчитываю. Ну что ж, поживем, увидим, посмотрим. Вот такой риск, который может быть. И, соответственно, я просто информирую о том, что я планирую сделать для его превентивной минимизации. Вот, собственно говоря, вот пятая цель. Теперь что хочу сказать, друзья, на этом пути, пути рестарта аквариума, меня поджидают всевозможные, возможно, трудности, которых я еще не знаю, потому что я рестарт аквариума никогда не делал, опыта у меня нет, знания минимальны. То есть все, как мы любим. Соответственно, я буду импровизировать, буду проявлять смекалку, буду решать проблемы по мере их поступления. Потому что, друзья, можно долго, знаете, как провести аналогию с тем научиться купаться, да, или там переплыть какую-то реку неизвестную. Можно долго стоять на берегу реки, рассуждая о превратностях течения, температуре воды, хватит ли силы и тому подобное. А можно просто прыгать в воду и выплывать как получится. Поэтому, друзья, буду идти по второму пути. Ну что ж, как говорил известный наш политический деятель в истории, цели определены, задачи ясны, за работу товарищей. Всех благ, увидимся в моих роликах, посвященных перезапуску аквариума на канале. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok